Я Тарасова Дарья Александровна, заслуженный мастер спорта по УШУ, двукратная чемпионка мира по УШУ, победитель Олимпийского турнира, победитель всемирных игр боевых искусств в 2013 году. Я получила свой золотой пояс в 2009 году, номинация у меня была за волю к победе. Это был, конечно же, непростой путь. Я думаю, что все лауреаты, которые получают золотой пояс, проходят достаточно очень тяжелый путь своей карьеры, профессиональной. В 2006 году случилась травма, после которой неизвестно было, насколько быстро я смогу вернуться в спорт, серьезная травма колена. У меня была эта воля к победе, воля вернуться обратно. Цель была такая, что я хочу снова стать чемпионом, что я хочу снова тренироваться в зал. И после травмы я выиграла чемпионат мира в 2007 году, потом Олимпийский турнир. И вот в 2009 году удостоилась чести получить номинацию за волю к победе и получить золотой пояс. Конечно, я была удивлена. За год до меня золотой пояс получил мой тренер, и я очень гордилась ей. Очень гордилась, потому что она заслуженный человек. И у меня тоже была мечта получить золотой пояс. Поэтому для меня это было очень приятно. Я думаю, что для любого спортсмена самая высшая награда – это, наверное, золотая медаль. И то, что мы защищаем свою страну, то, что мы защищаем флаг своей родины, вот это вот самая высшая награда. Ну и, конечно, когда еще спортсмену достоин дополнительных наград, таких как золотой пояс или каких-нибудь удостоверений, то, конечно, это тоже очень приятно. И даже не будет лишним. И у меня вот эта награда, она стоит на полке всех наград и освещается. Так что все могут приходить, смотреть. Это очень приятно. Я в принципе уже победила на всех чемпионатах, которые возможно было победить. И сейчас я стараюсь реализоваться как тренер. И мне очень хочется тоже стать заслуженным тренером. Мне хочется, чтобы мои ученики показывали так же высокие награды, как и я. И хотелось бы, чтобы даже мои ученики были лучше, чем я. Поэтому я буду к этому идти. Я буду стараться, чтобы у меня все получилось. Я с большим нетерпением жду следующего золотого пояса, который пройдет 23 апреля в Кремле. Потому что каждый раз, когда я смотрю лауреатов, я переживаю вместе с ними. У каждого своя отдельная профессиональная история, которая заслуживает похвал и поклона. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...